Всем здравствуйте! Сейчас на улице похолодало, я не знаю как в других регионах, но у нас заснежило, сильные морозы и я решила пшить себе лосины. Теплые, комфортные, удобные. Ткань я использую трикотаж на меху, он у нас из интернет-магазина ткани Color, ссылочку вам оставим в описании. Расход ткани трикотажа на эти лосины составил у меня одна длина плюс 5-10 сантиметров, в зависимости от размера. Сегодня я покажу и расскажу, какие мерки нам нужны для построения этих лосин. Они с такой вот высокой посадкой. Расскажу, что сделать, если вы хотите посадку еще повыше или пониже. Лосины шьются очень легко и просто, потому что они не имеют бокового шва, у нас есть только два шаговых шва и вот этот шов, который соединяет шов сидения. Все, резиночка вставляется в верхнюю часть и по низу подгиб. При желании мы можем сделать, допустим, лампас вот так вот, как у меня. Носить такие лосины можно и с толстовочкой, и с туниками, и с блузочками, как я показала. Сейчас я еще тунику одену, покажу, как будет с туникой смотреться. Самое главное, что это не займет у вас много времени и само построение, и сам пошив. Построение может быть сразу на ткани, то есть вы можете брать мел, линеечку и сразу строить на ткани. У меня внутри идут, ну, как бы мех в этих лосинках, поэтому я сразу сделаю построение на бумаге, и вам, в принципе, на бумаге будет более видно, да, лучше будет видно. Но вы можете тоже себе построить, рекомендую вам все-таки построить на бумаге. Почему? Потому что потом вы сможете эту выкрыку неоднократно использовать. Как буду делать это я? Для того, чтобы летом, допустим, мне пошить тоже какие-то лосинки, леггинсы, бриджики и так далее. Вот так вот смотрятся лосинки с туникой. Конечно, эти лосины очень удобны и хорошо в холодную погоду. Можно одевать их с ботинками, ботинки такие вот есть сейчас под кроссовки. Одевать какой-то пуховик, какую-то куртку, и будет тоже замечательно смотреться. Естественно, я пошила с бордовой тканью, вы будете выбирать сами, какой трикотаж вам лучше, какой цвет и так далее. Также ссылочки вам оставим на тунику, на блузочку. И я не сказала о том, что построение, которое сегодня мы будем рассматривать, подойдет на любой размер. Для построения снимаем мерки. Это обхват бедер нам нужно записать, высоту сидения. Высота сидения измеряется таким образом, чтобы вы, допустим, сидели на твердой поверхности. Вот я пыталась нарисовать табуреточку. Обвязываете ленту вокруг талии и измеряете от линии талии до табурета. По боку, по боковой линии. И записываете эту мерочку. Также нам нужна будет длина от талии до пола. Это когда вы будете уже стоять, не в положении сидя. Обхват щеколотки. Это нога вот здесь вот внизу. И обхват колена. Это такая проверочная мерка для того, чтобы нам было комфортно и хорошо. Теперь, в зависимости от того, с какой тканью мы работаем, мы с вами должны будем мерочку обхвата бедер сейчас высчитать от эластичности ткани. В моем случае достаточно хорошо тянется такая вот эластичная ткань. Я хочу, чтобы посадка была такая плотная, не болталась по мне. Что я делаю? Я сейчас беру вот так вот край, прикладываю вот к 10 сантиметров. Вот у меня 10 сантиметров. Прикладываю, ровняю. Теперь пальчиками прижимаю и растягиваю. Растягиваю так, чтобы ткань комфортно тянулась хорошо. Не тяну там до самой бесконечности, насколько хватает сил. А так, чтобы было комфортное растяжение. Ну вот смотрите, я вот так вот беру до 14. Вот я дотягиваю, это очень комфортно. Что теперь я делаю? Теперь я беру 10 сантиметров, поскольку мы с вами использовали 10 сантиметров. Вот, измеряли ткань. Набираю 10, разделю на 14 сантиметров, куда дошла у меня ткань. И получаю 0,71. Значит возьму 0,7. То есть 10 делим на 14. Теперь мерка наша 112 сантиметров. 112 я умножаю на 0,7. Пишу умножить на 0,7. Коэффициент растяжимости ткани. Мы высчитали. Получаю 78,4. Ну давайте я возьму 79. Вот так вот я округлю, просто чтобы было круглое число. Возьму 79. И теперь, когда я буду делать все расчеты, то мерка обхват бедер у меня именно вот это и будет 79. Теперь откладываю этот листик в сторону и можем с вами приступать к построению. Если у вас есть возможность на ткани все это строить, строите сразу на ткани, с изнаночной стороны. У меня вот здесь мех, поэтому такой возможности у меня нет. Я построю на бумаге, чтобы было видно. Если вы строите на ткани, то вам нужно сделать правильно отступ. От какого-то края, от кромочки. Ну допустим, возьмем, вот у меня кромка, я отступила от кромки. Теперь я должна сделать следующий расчет. И этот расчет у меня должен быть такой. Значит, обхват бедер я должна разделить на 4. У меня обхват бедер получился 78,4. Я 79 беру. Я делю на 4. Получаю 19,75. Записываю для себя, допустим, 19,75. Затем к этой цифре я должна еще сделать одну прибавку. Это на шов нам нужно сделать. И плюс еще, значит, смотрите, что мы берем. 19,75. Я должна разделить на 6 и прибавить 1 см. Делю на 6 плюс 1 см. Значит, получается 4,29. 4,29. Мне нужно сделать отступ от кромки. Ну, допустим, мы возьмем 5 см. Вот так вот. Ну давайте, вот у меня кромка. Вот вы, допустим, сделали. И теперь отступаем еще вот так вот 5 см. И от этой точки начинаем с вами работать. Вот именно от этой точки. Либо вы можете тогда, знаете, что сделать? Вот мы взяли вот эти 5 см. Теперь вот сюда 4,29. Прибавить 19,75. Одну четвертую. Получаем 24 см. Значит, либо отсюда мы откладываем еще 19,75. Показываю. Либо от этой точки 24. Как хотите. Ну вот я буду откладывать 19,75. Или я возьму вот так вот круглое число 20, для того, чтобы была у меня возможность легко работать. И вот эта линия будет как раз боковая линия. Сейчас я провожу боковую линию. Сначала я работаю карандашиком. Потом буду наводить маркером. А вы можете работать на ткани сразу мило. Вот у меня низ ткани, допустим. И он у меня ровный. Я его уже вот здесь вот выровняла. Отступаю на подгиб, допустим, сантиметра 3. И вот у меня низ изделия. Вот здесь вот низ. Теперь я должна найти верхнюю точку. В верхнюю точку я беру длину изделия от пола до талии. Или от талии до пола. И нужно от этой мерки отнять 5 сантиметров. Значит, у меня до пола был 101 сантиметр. Значит, я пишу вот 101 минус 5. Я получаю 96 сантиметров. Значит, сейчас я откладываю 96 сантиметров. Вот. И получаю линию талии. Ставлю буковку Т. Линия талии. Затем откладываю мерку высота сидения. Ткань у меня эластичная. Минус 1 сантиметр. Значит, вот здесь я пишу. Высота сидения минус 1 сантиметр. А каждый подставляет мерочку свою. У меня это 28. Минус 1. Получаю 27. Вот я нахожу точечку. Ну, давайте ее обозначим точка 1. Вот так, чтобы мы последовательно шли. И вы могли вернуться и по этим точкам пройти. Точку 1. Следующую точку. А вот эту давайте возьмем за нолик. Вот где линия талии. Пускай будет нолик. Следующая точка, конечно же, вторая. Вот она у нас. Это линия низа. Вот здесь вот я пишу 2. Теперь расстояние 1-2 измеряем, делим пополам и получаем с вами линию колена. Вот здесь поставлю, ну, допустим, циферку 3 уже. Вот можно линию колена, но раз мы с цифрами работаем, давайте уже с цифрами работаем. Построение передней части. Сейчас мы будем делать, и это построение будет проходить у меня в левую сторону. И вы точно так же делаете в левую сторону. Работать будем сейчас с точкой 1. Вот у нас точечка 1. От нее влево мы с вами откладываем. Вот уже у нас, кстати, смотрите, 2 меточки даже есть. Откладываем 1 четвертую обхвата бедер. Обхват бедер у меня равен. Вот я поделила. Поделила, вы так вот тоже для себя где-то запишите, 19,75. 19,75. Давайте я вот наведу, чтобы было видно, потому что к этой цифре мы с вами будем еще возвращаться. 19,75. И сейчас я откладываю мерку 19,75. Можно округлить до 20. Эти 2 мм роли не сыграют. И вот мы с вами получаем точку 4. Вот точечка 4. Теперь далее от точки 4. Давайте проведем вот так вот линию. Прямую. Чтобы мы увидели, где она у нас находится. От точки 4 вверх до линии талии. Поднимаем перпендикуляр. Ну вот здесь, смотрите, вот где линия талии и 0. Вот нолик мы ставим с вами. Поднимаем вверх перпендикуляр. Ну я его сделаю таким вот пунктирной линией. И сразу же делаем отступ ближе. Вот сюда, к этой линии. 1 см. Здесь вот отступаем еще 1 см. И у нас здесь появляется с вами точка номер 5. Пятая точечка. Теперь по линии слоночки, вот эта вот передняя наша часть, мы с вами откладываем по перпендикуляру. Откладываем с вами 1 четвертую вот этой мерочки. То есть, 19,75 делим на 4. И откладываем вот здесь 1 четвертая от мерки 1,4. Получаем 4,94. Значит, я могу откладывать вот здесь вот 5 см и не переживать. Вот так вот. И вот здесь мы с вами, смотрите, вот это вот получили мы точку 5, а вот это должна быть у нас уже точка 6. Вот здесь мы немножко, я запуталась. Значит, вот эта пятая точка. Вот это шестая точка, да? Вот где мы откладывали 1 см. Вот мы получили еще одну точечку. Теперь нам нужно с вами от точки 4 влево откладываем 1 шестую вот этого вот расстояния. То есть, 19,75 делим на 6. И получаем 3,29. Ну, я буду откладывать 3,5. Буду округлять до 5 миллиметров. Вот мы с вами получили точку. Значит, вот это вот расстояние, вот это вот расстояние равно 1 шестой. То есть, вот здесь вот мы берем 1 шестую. Вот здесь 1 четвертую, здесь 1 шестую. И получили мы с вами вот что. Нам нужно будет соединить вот эту точку с этой точкой. Это можно сделать вот так вот прямой линией. Теперь бисектрису строим от вот этот вот уголочек, там где-то четверочка. Строим бисектрису. Бисектриса до 50 размера. 2,25 от 50 и выше 2,5 см. Значит, вот так вот я простраиваю 2,5 см. Вот эта точечка. Я уже сейчас пришла к тому, что, видите, мы с вами точки обозначали, а вот здесь я уже и не обозначила ее. Здесь будет у нас тогда, смотрите, 7-я точка, а вот это будет 8-я точка. Я имею в виду вот это. И теперь соединяем мы вот, что мы получили, вот такую вот вогнутую линию. Теперь поработаем дальше по переду. У нас есть обхват щиколотки. У меня это 25 см. Значит, надо 25 разделить на 2, минус 1 см. Значит, обхват щиколотки разделить на 2, минус 1 см. Получается, это у меня 11,5. Вот эта точечка могу здесь провести вот так вот линию. 11,5. По линии колена мы с вами сейчас будем откладывать 2,3 от точек 1,4. Значит, что такое 2,3? У нас расстояние вот это вот равно 19,75. Мы должны с вами разделить на 3 и умножить на 2. То есть мы берем 2,3 части. Вот мы делим на 3, получаем третью часть, умножаем на 2. 19,75 разделить на 3 и умножить на 2. Получаем 13,17. В зависимости от того, насколько мы хотим. Ну, вот я округляю до 5 мм. Возьму 13,5. Если вы хотите, чтобы в обтяжку, в обтяжку, берите 13. И вот здесь по линии колена мы с вами сейчас делаем построение, а потом будет еще у нас проверочная мерочка, потому что мы обхват колена снимали. Теперь я соединяю точки по прямой сначала. Здесь также по прямой. И теперь делю расстояние пополам, визуально. И вот здесь вот углубляю на 1 см. И соединяю уже такой плавной линией, чтобы была плавная переходящая линия. Теперь могу прорисовать все маркером. И вот мы с вами построили переднюю часть. Вот передняя половиночка. Теперь передняя половинка. ПП ставлю. Теперь работаем по линии низа щеколотку. Измеряем та, которая была у нас вот здесь. Вот смотрите, 12 см. Значит, вот сюда мы должны отложить 14 см. То есть плюс 2 см. По линии колена это будет плюс 3 см. Значит, вот я получила уже точечку. Плюс 3 см. Значит, смотрите, вот здесь у нас 13,5 см. Значит, 16,5 см. Вот, получили с вами точку. И теперь сразу смотрим. Измеряем полностью расстояние. Смотрите, вот 30 см у меня получилось. Вот здесь вот 30 см. Обхват колена у меня был 36 см. Но мы с вами должны учитывать, что у нас все-таки коэффициент. Вот здесь вот 0,7. Я теперь беру 36, умножаю на 0,7 на коэффициент растяжимости ткани. И получаю, что я могу вот здесь вот даже, ну для прекрасной посадки, даже 25 см, это будет так вот плотно-плотно. Ну я так вот и оставляю. 30 см меня вполне устраивает, мне будет хорошо и комфортно. Значит, получили. Теперь следующее, что мы делаем. Вот здесь берем точку 1,4 и откладываем вот сюда. 1,4. Это получается у меня здесь 20 см. Я брала, округлила 20 см. Вот эту точку. Дальше у нас по линии сидения немножко другие. Вот здесь у нас была 1,6. Вот здесь будет 1,5. То есть от этой точки 19,75. Вот то, что мы с вами получили 1,4 обхвата бедер. Мы с вами делим на 5. И получаем 3,95. Значит, вот здесь вот откладываю 4 см. Ну округляю. Вот эта точка. Значит, вот это вот расстояние, это 1,5 от обхвата бедер, деленное на 4. От 19,75. То есть вот мы с вами получили. Теперь дальше смотрим. Опять-таки мы, ну давайте с вами повторим вот так, чтобы нам было понятно. Вот я беру линию талии, продолжаю. Вправо уже. Перпендикуляр поднимаю тоже. Для удобства работы. То есть вот мы с вами повторили. Вот то, что мы с вами до пятой точечки шли. Вот повторили все-все одинаково. Вот эта точка у нас уже обозначена. Она есть. Теперь в верхней части вот здесь вот поднимаемся вверх. И это у нас будет 1,3 расстояние 19,75. 19,75 мы делим с вами на 3. Значит, пишу 19,75 делим на 3. Получаем 6,5. То есть вот здесь вот вверх мы поднимаемся на 6,5. Вот эта точечка, через которую мы будем проходить. Бисектрису встроим. Ну вот так вот давайте я продолжу пунктиром. Бисектрису прокладываем. И бисектриса здесь 3,75 до 50 размера. И выше 50 это 4 сантиметра. Вот я откладываю 4 сантиметра. Вот здесь 4. Вот 4 сантиметра. И вот получаю точку. Теперь мне нужно вот эту точку соединить с этой точкой. Теперь обращаю ваше внимание, смотрите, при высоком коэффициенте растяжимости ткани, а у меня он высокий, вот эти точки почти идут по прямой линии. Так может быть, потому что ткань хорошо растягивается, и у нас вот этот вот отрезок, он бы мог быть длиннее, если бы не сильно растягивалась ткань. Поэтому и вот здесь сейчас я возьму на 1 сантиметр меньше. У вас возможно, такой необходимости не будет. Вы посмотрите. У меня просто эта необходимость объяснила почему. Теперь далее мы берем с вами вот это вот расстояние и по линии талии откладываем за минусом 3 сантиметров. Значит, смотрите, я измеряю вот здесь вот у меня 19 сантиметров, потому что я на 1 сантиметр ушла же в сторону, вы же помните, да? И 19 минус 3 я получаю 16 сантиметров. Вот раз, два, три. Вот так вот. Вот здесь мы за минусом 1 с вами не брали. Помните? Поэтому тут, смотрите, у меня-то и получилось 4. И поднимаюсь вверх на 3 сантиметра. Вот здесь вот 3. Вот это вот расстояние за минус 3 сантиметра. И поднялись вверх на 1. Теперь соединяю. Вот так вот дальше. Вот соединили. Получили линию сиденья. И теперь соединяю точку 1 и то, что мы с вами сделали, повышение на 3 сантиметра. Вот мы получили боковую линию, боковая линия. И теперь дальше соединяю по прямой до линии колена от линии низа. Соединяю точно так же, делаю прямую линию, пока делаю это карандашиком. Точно так же, визуально делю пополам и на 1 сантиметр как бы углубляюсь. И провожу вот такую вот пунктирную линию. Все, вот лосины построены. Шить лосины очень просто и быстро. Они у нас без боковых швов. Вот здесь вот мы с вами сделаем резинку. И смотрите, мы с вами построили до линии талии. Для того, чтобы поставить резиночку, мы с вами должны либо вот сюда вот нашить резинку поверх, она может просто пришиваться сверху и все. Если вы хотите, чтобы высокая посадка, насколько высокая, мы дошли прям до линии талии. Вот так. Если вы хотите еще выше, пожалуйста, можете чуть подняться. Ну, я вот так вот и оставлю. И теперь смотрите, я на подгиб низа добавляю здесь пару сантиметров. 2-3 сантиметра, в зависимости от того, как вы хотите. И сейчас вырезаю, сразу вырезаю на ткани. И все сшиваю. Если вот здесь вот у вас резинка будет не пришиваться поверх, а вы будете, допустим, ее вшивать вовнутрь. Но хотите сделать вот здесь цельнокроенную деталь, тогда отрезаем чуть-чуть больше. Вот я вас взяла, допустим, визуально на 5 сантиметров. На 6 даже. Даже здесь не 5, а на 6. Вот так вот я вырезаю. Чуть-чуть больше. Теперь вот так вот вырезаю. То есть я не дохожу сюда. Закладываю. Перегибаю по линии талии. Вот так вот. А вот теперь вырезаю. Все. Теперь сейчас на ткани вырезаю, складываю вместе шаговые линии, сшиваю. Сейчас выдержу, показываю. Вот я сейчас буду вырезать. Смотрите, я обращаю ваше внимание на то, что вот я вырезала. Видите, у меня линия не проходит дальше вот так вот. Но если бы я ее продолжала, да, то у меня бы вот этого вот кусочка не хватало. А если он у нас цельнокроеный, то обязательно повторяет изгибы после того, как мы по линии талии подгибаем. Еще раз повторюсь, при желании, если хотите посадку сделать еще больше, то есть вы тогда должны чуть-чуть, хотя бы на сантиметр там приподняться. Теперь раскраиваю я, ну вот так вот с лицевой стороны прикладываю, с учетом припуска на шов. Делаю припуск на шов и по линии сидения, по слоночке, по шаговым линиям. На подгибку низа вот здесь вот я уже припуск сделала. Поэтому сейчас вырезаю и сшиваю. Как я буду сшивать? Значит, складываем вместе лицом к лицу. Представим, что у нас вот это лицо. Мне просто удобно делать перегиб, я же не вижу, где у меня линия сгиба. По линии сгиба, смотрите, вот так вот, если я складываю, то мы получаем, ну вот так вот. Это нормально, это правильно, все хорошо. Вот здесь вот все разложится, все растянется и будет хорошая посадка. Теперь, когда мы сложили, сшиваем два шаговых шва, потом одну часть выворачиваем на лицевую сторону, одна остается с изнанки и потом та сторона, которая лицевая, вот мы когда развернули, да, с вами вывернули, в изнаночную вставляем лицевую, изнаночная у нас вот здесь, я имею в виду вот сторона шизнаночная, вставляем и сшиваем линию сидения. Все, остается нам подгиб низа и, естественно, резинка, если мы вставляем. Теперь еще один момент, показываю вам, вот середина бокового шва. По середине бокового шва мы с вами можем украсить изделие, допустим, пришить какую-то ленту, какой-то лампас, по желанию, это уже как каждый смотрит, как он видит, как ему нравится. На этом все, желаю всем удачи, всем пока! Субтитры сделал DimaTorzok